Как раз этой самой ролевой игры, в которой сначала люди делают первые шаги в одно рыло, и потом очень быстро на самых ранних этапах объединяются. То есть даже когда они сделали первые шаги, человек, ну допустим, смотрите, пришел человек на роль верстальщика. Есть такая? Наверное, да? То есть я так же понимаю, макет сначала делается. Где сейчас делается? Не в фотошопе. Я тоже помню те времена, когда все было в фотошопе, что там был Dreamweaver, такой, фронт-пейдж, всякое разное такое. Точно были макеты в фотошопе. PSD-файлы прикладывают. А сейчас разве не прикладывают? Вот интересно, даже сейчас откроем какой-нибудь template-monster. Так, так, так. Template-monster еще существует вообще. Но, кстати, сейчас этот ThemeForest, или как он там называется, marketplace шаблонов веб-сайтов, господи, как он сам по себе-то страшный стал. Это что у них теперь такой логотип, типа Material Design? Мать моя женщина. Или его тоже Mail.ru купила. Просто похоже, или какие-то китайцы. Я только, кстати, про Shopify недавно узнал, что оказывается какой-то SaaS-сервер. Вот PrestaShop мне попадался. Это Penguin, Joomla, да. Ну и вот. PowerPoint даже, ничего себе. А у них, кстати, шаблоны-то вообще есть сейчас какие-то бесплатные? Или все платные? Что сейчас включает в себя шаблоны, интересно? Так, куда я щелкнул вообще? Персональная лицензия, коммерческая лицензия. Мне всегда было интересно HTML-шаблон. А почему его нельзя просто-напросто? Он же какая-то, как это выразится, абсфукация, или как оно там называется. Наверное, невозможно код страницы как-то скрыть от того, чтобы его посмотрели. Так, 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 блок грид. Ну, я почему сюда зашел? Я хотел посмотреть, что входит сейчас в то, что ты покупаешь. То есть, раньше в архиве PSD файлы были, можно открыть было в Photoshop и что-нибудь там перерисовать. Но я не понимаю, кстати, зачем. И вот, кстати, Bootstrap всегда Bootstrap. Без него никак, да, ничего не обходится. Никто не воспринимает это, что дизайнеры типа обленились, потому что не дизайнеры, верстальщики, верно? Вот кто... Если слушать или никто ничего не скажет, то будем мы у чат GPT спрашивать. Так, 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 чего тут мне пишут? Текущий битрейт потока ниже рекомендованного. Представьте, что он пишет. Текущий битрейт 2800 килобит в секунду. Ниже рекомендованного 6800 килобит в секунду. Два борзеля, что ли? Так, ты скажи, что у тебя на YouTube трансляция, а то никто не смотрит. Да, у меня на YouTube трансляция, ссылка на трансляцию на главный. Обскуфация. А, точно? Обскуфация? Разве? Сейчас, секунду. Обскуфация. Обскурация. Обсфукация. Вы чего? Фускация. Господи. Обфускация. Безопасность через неясность. Обфускация или запутывание кода при введении исходного текста или исполняемого кода программы к виду, сохраняющему ее функциональность, но затрудняющему анализ. И от какого слова это все? От латинского обфускари. Затенять, затемнять. Это я люблю. У меня, короче, видимо, обфускация происходит контента моего, который я хочу донести до слушателей, но в моем случае это скорее прятать черную кошку в темной комнате, но на самом деле никакой черной кошки нет, потому что контента и смысла нет. Просто скуфизация. Еще раз обфускация. Фус, фус, обфус, обфускация. Будем знать. Так. Ну, продолжаем. Значит, первая задача, которую, наверное, все-таки у чат-гпт будем сейчас спрашивать, это написать каким-то шрифтом. Ну, почему это не просто сайт в разработке, зайдите позже. Просто тупо посередине экрана или как-то. Это задача для дизайнера? Да. Подобрать картинку, подобрать шрифт, размер шрифта, может фон какой-то. Но даже то, что я сейчас перечисляю, можно делать поэтапно. То есть, в моем понимании все должно быть функционально, во-первых. Ну, то есть, это уже должна быть история. Реальная история. Это игра, которая должна быть не игрой в идеале. Что, ребят, ну, вот у нас есть, не знаю, там, доменное имя, да, внучаев.ру. Желательно что-то повесить, какую-то заглушку. Но она уже должна быть не просто тупо там аж один сайт находится в разработке. Хотя и это можно показать людям. Все, я не буду брать детей, я не говорю о том, что это дети, потому что, еще раз, в моем понимании, хотелось бы знакомить людей как-то, чтобы люди контактировали. Я все еще лелею надежду на то, что там Django Channels, не знаю, что-нибудь я сделаю, чтобы было как в рулетке, чат-рулетке. Но люди бы приходили именно с этой целью, что в каждом этом загоне, где людей лбами сталкивают, они случайным образом в какой-то сеанс связи заходят, чтобы было понятно, что им тут делать. То есть, в каждом этом таком комнате, я другого слова не могу подобрать, будет сказано, что здесь вы будете делать вот эту надпись там «Зайдите позже», а здесь дальше вы будете картинку добавлять к надписи «Зайдите позже». А тут вот теперь шрифт будет изменяться. Ну и в общем по такому сценарию это все будет развиваться. Будет какой-то человек из них же, изучающихся, изучающих, который какое-то время будет сидеть как консультант, сам разобравшись, он или она будет объяснять другим и потом переходить уже в следующую комнату. И так вот мы не будем платить деньги, может быть, даже никому не будем платить деньги, я не знаю. Может, потом это как-то монетизировать. Ну, в общем, посмотрим. И да, потому что я не могу больше, если честно. Недавно тут вкатился в одну историю, типа, менторы-менторы, мы тут реальные проекты пилим, заходите, столько-то стоит. Я думаю, ну ладно, пишу там в контакт и телеграмм, контакт был типа телеграмм, там ментор, бла-бла-бла, вы готовы принять участие в реальном проекте? Говорю, да, готов, да. Вот, заходите, вот там регистрируйтесь, открывается опять портянка, блин, и опять одно и то же. Как, значит, флетпейджи сделать страницу? Как это, как это, как шаблоны, да задолбали, заколебали со своими привет мирами там, одни опять привет мир. Реальный проект, мы делаем реальный проект, трындец. Ладно, хрен с ним, опять пошла вода. Ну так что? Вот кто шарит, я не знаю, кто-нибудь может сказать? Вот мне в 2025 нужно написать добро пожаловать, там страница находится в разработке или нет. Сайт разрабатывается, зайдите позже. Нам в нашем 2025 я хочу выровнять по вертикали и по горизонтали просто аж один без всяких там этих шрифтов, то есть позиционирование. Шрифт пусть будет по умолчанию, цвет будет по умолчанию, ничего не меняем больше, тупо надпись. Это что? Работа дизайнера здесь никакая не нужна, хотя почему, если про шрифт говорить, уже нужна про размер, да, не знаю, как это. что с верстка, как это называется? Вот если до идиотизма довести, даже эту простую задачу сказать нет, у нас будет несколько человек ее делать. Кто пояснит за это? Дизайн макет делается в фигме, в фигме надо сделать пустой лист и по центру написать зайдите позже. Кстати, размер шрифта как-то должен быть уже выбран. Ну ладно, я только что сказал, что его не будет. То есть, задача в том, чтобы реализовав каждый этап, хотелось пойти дальше, как в игре. То есть, как бы азарт возникал, ну вот, круто я сделал, там по центру на любом экране позиционируется, теперь хотелось бы картинку добавить. А вот картинку уже можно добавить побольше, поменьше, на пол экрана маленькую, сверху надписи, снизу надписи, слева надписи. Вот это, блин, уже работа для как раз творческого какого-то человека. И, например, вот те, кто интересуется рисованием, не рисованием, можно зайти вот на этот замечательный сайт, как его фри дик пик, конечно же. просто такие забавные могут быть оговорочки. Вот этот сайт, он меня поражал вообще всегда, а сейчас с развитием этих нейросетей. Кстати, вот что я хотел спросить, а нейросеть может сделать пак картиночек в едином стиле еще и в векторе? Вряд ли же, да? то есть, ну, по большому-то счету не для всех задач это подходит. То есть, вот мы пишем тут under construction, да? Выставляем здесь вектор, допустим, мне нужно, assets, ну, пусть будет тоже, и free. Кстати, вот psd, видите, тоже здесь есть до сих пор. Ой, это search by image, а мне надо просто search. Ну, и вот разные всякие картиночки, которые опять спалил свою электронную почту, и так, все знают ее уже. Мне тут слили, слили сливы, в общем, мне скинули мой телефон и мои пароли и все. Блин, пипец, конечно. Ну, вот смотрите, даже задача повесить это значит по центру. Это же вектор, то есть, в каком формате? AI. AI это не Artificial Intelligence, если что, это Adobe Illustrator, а EPS это если постскрипт, что-то по-моему, да, что такое EPS, кто помнит? EPS формат преприетарный, я тоже, помню, что-то разбирался, encapsulated постскрипт, да. И что это? формат файлов, базирующийся на подмножестве языка постскрипт, предназначенный для обмена графическими данными, бла-бла-бла, короче, EDAB тоже между различными приложениями. Я вот одно не понимаю, ну вот вы FreePick, да, это что, это EDAB их спонсирует, или что, я не понимаю, наверное, почему такие форматы долбанатские, почему не SVG, почему не хотя бы, не знаю, ну ладно, а есть что-нибудь open-source, что открывает такие векторы? И вот смотрите, тут, что у нас, 66 страниц, 66 страниц, и вот это вот under construction, разные тут самые, блин, картинки, я, кстати, когда вот это вот видел, думаю, блин, а где я видел этих челиков? И вспомнил, skill factory, представляете? без зазора взяли, прямо отсюда не парились ребята, не нанимали никаких художников, взяли пак отсюда векторных картиночек бесплатных и использовали в своем этом бизнесе. Ну и, короче, вот, то есть, юным художникам можно дать какие-то, это 404, странно, почему under construction, ну ладно, и так далее. Но это позже, кстати, можно сказать, что давайте сделаем страницу, вот будет серый фон, и по центру будет эта табличка, или вообще, я не знаю, в общем, вот какие-то тут идеи, да, и все, в них можно утонуть. Так, ну что, хватит болтать, давайте попробуем все-таки на внучаев.ru по центру написать, ну, как-то это по науке, что ли, сделать? У меня была идея несколько разных вариантов разместить, вот тут, если вид это еще на связи, я вообще хотел сделать так, чтобы было много-много докеров, и в каждом докере было все запущено, не знаю, там по разным портам, чтобы они открывались, или по разным поддоменам, ну, типа, реализовали, используя вот такой CSS фреймворк. Ну, CSS фреймворк-то понятно, можно и на одном сервере все это сделать, тупо прям в разных папках, но одно и то же реализовывать, если о программировании, говорить о бэкэнде, там, на ноде реализовано, это на так каком-нибудь PHP, прости меня, господи, на питоне, а почему разные, а почему именно докеры, чтобы демки были? Ну, то есть, вот хреново же, когда на гитхабе выложено, вот оно, вот я сделал, да, вот код, а какой-нибудь там HR не может это посмотреть, здорово было бы сказать, вот исходный код, вот ссылка, щелкните, посмотрите live превью, типа. Да, но что мне делать с убунтой этой, мне тут вот уже говорили, будешь NGINX опять разворачивать, я даже не знаю, виртуальный хостинг у меня не поднялась рука заказывать, потому что это вообще зашквар, я считаю, что-то делать, почему бы не воспользоваться возможностью как раз с администрированием хоть что-то базовое сделать, по-нормальному, ну так же никто не делает в жизни, правильно, я-то что делал, я просто писал apt install NGINX и дефолтную страницу менял на свою, все, всегда так делал, на этом все заканчивалось, ну или максимум там какой-то digital ocean или где-то там были статьи, как тупо установить там mysql, как установить что-то там требовалось обычно, ну да, да и все, мне вот сейчас скажи, а как задеплоить проект на джанге, я, наверное, не соображу, последний раз, когда я что-то деплоил, на питоне написанное, это было, значит, закинуть пай-файл, создать скрин, вот этот вот утилит, это, которая после того, как консоль закрывает, чтобы процесс продолжался там в экране, и все, я вот так вот деплоил, пипец, конечно, так, что если в твоих загонах начнут показывать так, члены, как в чат-рулетке, а там не будет, ну пусть, там, во-первых, видеосвязи не будет, во-вторых, еще раз, это не для детей, пусть, то есть там какая-то система должна быть, ну типа, пожаловаться, ну вот я же приводил вам пример, тандем, там всякие разные вот эти, которые там по обмену языковым опытом, ну что, если человек начинает плохо себя вести, это же социальная штука, ну пожалуется на нее, ну да, как-то, если это ролевая игра, кто-то точно захочет арбитражом этим заниматься условно, я вот даже не знаю, записывать людей тотально, наверное, никто не согласится, или как вы считаете, если ты заходишь, там говорят, ну как знаете, в поддержку, когда звонишь, там разговор может быть записан, хрен знает, если человек и пожалуется, он скажет, а я ничего такого не делал, по ошибке пожаловались, или еще как-то, ну, это же решаются эти вопросы в миллионе сервисов каждый день, как-то же они решаются, это же не, не то, что с этим столкнешься впервые, так, ну что, тогда никто ничего не пишет, буду искать решение, если вы не против, конечно, если прям совсем-совсем кого-то бесит, вымораживает этот эфир, вы скажите, я свалю, потому что время-то вроде рейтинговое, так, Витта пишет тем временем, суть в том, что для того, чтобы разместить текст по центру, ты можешь использовать JS по старинке, что-то на margin auto и height 100, так, мне интересно это, по старинке, не по старинке, суть в том, что у людей много времени, это не то, что нужно тяп-ляп сделать и в продакшн, да, там мы торопимся куда-то, нет, мы поваримся в этой теме, обсосем ее со всех сторон, в хорошем смысле слова, потому что мы учимся, мы запомним это, что, да, вот выравнивание, оно где-то есть, конечно, плохо, что мы начинаем сразу с таких вещей, как позиционирование, ну, типа, это же CSS, верно, но с другой стороны, а что нет, а кто сказал, что, потому что рассказать о том, что размер шрифта или цвет шрифта можно поменять, а кстати, на этом этапе можно рассказать, что, отлично, ну, давайте сделаем шрифт синим, там, или зеленым, у нас сайт будет, там, не знаю, посвящен, или красным, внучая фру, будет посвящен бомблению одного места, поэтому он будет в красных тонах, ну, а то, что кто-то это задеплоит, тоже будет задача, вот, юный девопс, который, типа, ему скажут, ну, вот у нас девочки сделали дизайн и страничку, а тебе ответственная задача это разместить, потому что девочки ничего, про линуксы, про домены, про NS-записи, блин, IP-адреса, ничего не знают, и хостинги, ты давай вот этим занимайся, и девочки будут говорить, что, вот, ссылочку, которую они будут отправлять своим друзьям, и постить в своих социальных сетях, поздравьте меня, я сделала первый шаг, вот этот текст, и я размещала, там, или эту картиночку я подбирала, или еще лучше рисовала, да, ты задеплоишь, ну что, Вита, первый шаг, значит, что я делаю, открываю, PowerShell, у меня git bash есть, стыдно, но будем юзать его, так, что там у нас с данными, как root, заходим, делаем все неправильно, так, а почему девочки не знают про домены, девочки тоже могут быть девопсами, системными администраторами, шахтерами, столеварами, пожалуйста, я имел, я так выразился, девочки, у нас же вот, ну, тоже есть девочка на радио, я так выразился, что, ну, у нас не одна девочка на радио, конечно, вот, слышите, это пес, так, найди на юглиш, как читается Эдоби, Эдоби, наверное, Эдоби, ну, сейчас найду на юглиш, как читается Эдоби, так, юглиш, давайте, послушаем, как читается Эдоби, найки, да, этот, найки, зайсель, я ничего не понял, что он сказал, следующее, ну, ладно, надо, наверное, не пытаясь, Эдоби, блин, я не то набрал, тупость, Эдодич, додик, Ralph Aed, that there are people sitting with a really souped up Mac in Adobe Photoshop, Эдоди, next up, we have Adobe Photoshop, I made up a whole, two-scale diagram in Adobe Photoshop, ну, все, достаточно, I opened the image in Adobe Photoshop, and began, Компьютер, я люблю использовать камеру RAW в Adobe Photoshop и Lightroom. Adobe. Как его звали? Добби этого в Гарри Поттере, да? А это Adobe. Можно так запомнить. Так. Пак картинок в бизнесе. А я беру свободный Linux и использую его в бизнесе. Сыроже, докер не обязательно для фронтов и статики. Достаточно GitHub Pages. Задолбал ты со своим GitHub Pages. Ну сколько можно уже? Ты что, вообще реально не понимаешь идею? А я тебе скажу, не используй, там, не знаю, Linux, используй вон какой-нибудь Google, как он называется у Google, это Cloud, так и называется. И все. Ты мне предлагаешь использовать какой-то сервис, блин. Речь не в том, чтобы разместить страничку. Речь в том, чтобы познакомиться с тем, как все это делается. В жизни никто так не делает. В жизни нанимают системному администратора или самим .git выкладывают в паблик. Вита, я не собираюсь с тобой это обсуждать. Все. И вообще сейчас эфир. Опять мне скажут, что я с тобой разговариваю, а не эфир веду. Ролевая игра с регистрацией по паспорту. Да почему с регистрацией? Как раз нет. Зачем регистрация? Мы тут не собираемся на людей какие-то эти виртуальные банковские карты оформлять, что нам их паспорт нужен. Какая-то вообще плевать. Так же, как и на радио, нет никаких ограничений. Есть тебе что сказать? Хочешь ты вести эфир и приходи и веди. Ну, сейчас я не знаю, какие там условия. Ну, в смысле, вот. И заодно на юглиш найди рискви. Это я не знаю, что такое. Все, я оттуда ушел. Так, время идет. Так, 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 так. Все, блин. Е-мое. Так, вначале фрук будет посвящен коричневому. Ну, может и коричневому. Так. Идем дальше. Значит, что мы делаем? А что мы делаем, кстати? Как подключиться? СССР, да? Ну, я не знаю, Вита. С тобой, видимо, нет смысла обсуждать юных девопсов. Ты не сторонник. Короче, к сожалению. Ну, я имею в виду, ты не сторонник вообще никому ничего объяснять. Никому обучать. Ты считаешь, что, видимо, это тайное знание. И я даже не знаю, в университет кому-то идти. Или ты же как-то чему-то научился. Кто-то тоже на старте твоего пути мог бы тебе сказать, не суйся. Есть уже профессионалы, а ты не суйся. Ладно. Какого хрена? Я уж испугался. Я зашел в панель управления, мне сказали нет денег, а я вроде их пополнял. Так. Так, SSH. Что там с сервером? Значит, вот это вот IP-адрес. Подключаемся к удаленному серверу. Как root-пользователь. И это неправильно. И это не надо так делать. И обучать мы такому, конечно же, не будем. Я не знаю, кстати, еще пустит у меня сейчас или нет. Вроде пустил. Ну, в общем, апт-апдейт. Это все. Я абсолютно делаю все неправильно, не так, как нужно. Но как-то надо что-то запустить. Поэтому запущу. И да, наверное, я не знаю, что. Вино с CP я сейчас запускать придется. Апт-инсталл NGINX. Как мне слушатели писал. Стыдно-стыдно. Но за 10 лет я ничего нового так и не научился. И сейчас мы глагани, в общем, разместим. И оставим это на потом, как обычно. Уи, блин. Спалил все свои папки тоже. Ну, бог с ним. Вроде ничего криминального тут не было. Да нет, ничего. Как обычно. Качаю книги и не читаю их, в общем. Так. Что мы делаем? Мы подключаемся к чему? Я вообще не понимаю. Я что-то забыл даже. Вино с CP. И почему здесь отображается файловый менеджер? Ну, потому что он работает. Просто тут раньше... А, вот. Вот это окно открывалось раньше сразу. А сейчас что-то другое вроде. Ну, хрен с ним. Так. Имя хоста у нас. IP-адрес. Так. Добавляем IP-адрес. Тем временем, чего у нас тут? Ага. Имя пользователя. И пароль. И пароль. Войти. Заходим. Так. Ну и зайдем в какую-нибудь новую папку. Ее. Создадим ее. Так. О. Так. Нам нужно создать здесь файл. Вот. Тут на сервере. Как обычно. Ubuntu. В общем. Так. Обновляем каталоги. War. 3w. HTML. Вот эта страница. По умолчанию заглушка. Nginx. Которая сейчас должна отображаться. По идее, она должна отображаться уже на внучаев.ru. Вот это да. Welcome to Nginx. И... В общем... Нам нужно HTTPS. А это серт-бот какой-то есть. В общем, автоматически, который все это делает. Ужасно, конечно. Это все невежественно. Я ни хрена в этом не понимаю, как это все работает. Но вернемся в git bash. И установим, наверное, этого серт-бота. Более того, этого серт-бота нам нужно установить вместе. Как он там называется? Не плагин, а дополнение. Серт-бот. Nginx. Ну вот эти обычно рецепты, так скажем, как они там называются. Я брал вот у них. То есть мы устанавливаем серт-бот. Вот это да. Вот мы устанавливаем. И больше нам ничего не надо. О, господи. Мне вот всегда было интересно, а вот эта производительность, которая предоставляется за 200 рублей в месяц или там за 180, она больше же, чем дается на виртуальных хостингах, где тарифы, кстати, тоже сейчас что-то не очень радуют, так скажем. Она же в любом случае больше. Как-то это можно сравнить? То есть там же главное, что типа тебе ничего не приходится настраивать. Ты сам такой крутой, блатной и так далее. И только одно непонятно. Они предлагают тут редактировать... Все-таки Nginx редактировать. Ну, ведь UFW это firewall получается. Ну, сейчас попробуем. То есть если все установлено, то по идее мы делаем так. Вместо example.com у нас внучаев. Внучаев вру. Слово вру. Вот видите, у меня сру нет. Я не сру, я вру. Лучше бы срал, наверное. Потому что я покакал, это не осуждается. А я на бездел, это осуждается. Что правильно. Ну, например, в эфир добавился, а эфир не провел. Так. Enter email address. Urgent renewal. Ну, конечно, есть у меня email адрес. Так. Would you be willing once your first certificate successfully issued to share your email address with electronic frontier fundin? Да, мне не жалко. Ну, да. Конечно, вот видите, даже тупо смех смехом. А с точки зрения девопса, если все делать по уму, я не знаю, это же девопсов слишком громко сказано, наверное. Или не громко. Вито сейчас нам подтвердит, как человек вроде бы в теме. Нет, это уже занятий 5, наверное. Про все про это. По-хорошему. Тупо разместить статический сайт. Веб-сервер нужен? Нужен. Но если даже докера никакое не делать. По-хорошему же это уже в докере делается. Да, нет, не знаю. Так. Ну и чего? Он хочет сказать, что внучаев.ru работает уже с HTTPS. Да. То есть, редирект-то он сам сделал. Мы эту конфигурацию дефолтную не меняли вроде бы. Тын-тын-тын. И здесь сертификат. Что там с сертификатом? Let's Encrypt. Ну, хорошо. То есть, если мы вернемся сюда, сюда, сюда. Куда? Где у нас эти конфигурации? Это вроде тут, да? ETC, NGINX. Максимально быдлянские все сделано. Абсолютно бездумно. Человек может ничего не понимая. Что-то вроде сделать. Location. А не сюда он, по-моему, добавил. Или сюда? Да, вот. Вот он добавил. Let's Encrypt. Let's Encrypt. Это же вот сертификат. Ну вот, да, вот написано. Managed by CertBot. Да. Понятно. Короче. Что дальше? Дальше. Ну, Чаев, хочешь на Arbitar? У меня есть invite. А что это такое, Arbitar? Я опять что-то пропустил. Раньше магазины были такие. Купаты. Ну, Чаев, Ру будет посвящен коричневому. Так, ладно. Это мы уже читали. Ну так что? Ну так что? Так как сообщений нет особо, экспертов у нас нет по выравниванию горизонтальному и вертикальному. Про марджин ноль авто я, конечно, знаю. Но неужели у нас за столько лет ничего не изменилось, во-первых? Во-вторых, ну как-то... Как-то хотелось бы тему фреймворков раскрыть сразу. По идее, нужно не сразу, конечно. Ну так, забегая вперед, для себя понять. То есть, если я закачаю этот... Там что-то с height тоже было. Vertical что-то такое было с этим bootstrap. Нужно было сайт назвать внучаевс.ру, потому что мультиплеер. А, внучаевс. Так нет, фамилии же... Нет, или фамилия. Да, как раз. Флинстоунс. Да. А у тебя одиночная игра получается. Один внучаев, а не внучаевый. Ну да, ну да. Так. Как, кстати, разрабатывать вот. Как это потом загружать на сервер. Как это отобеспечить continuous integration. Блин, много сразу вопросов на такой, казалось бы, простой фишки, как сайта в разработке, зайдите к нам позже. А вы говорите. Ну, интересно же? На мой взгляд, точно интересно. Так, создаем проект. Так. Открываем visual code. И создаем индекс.html. HMTL. Нормально. Так. Что мы тут пишем? Мы размещаем все это. Так. Ну, вот, кстати, вот это же нам нужно, не нужно в U-Port? Здесь же нужно. U-Port это для чего? Так. Это все тут. Это все. Добро пожаловать. Ну и вот тут начинается наш диалог с... С кем же еще мне разговаривать? Так, так, так. Я сейчас прям насиловать его буду этими вопросами. Про как, а что, а какие есть опции у меня. Это, конечно, неинтересно, наверное, вам смотреть. Может быть, мне лучше с готовым прийти. Но проблема в том, что я тогда вообще не приду. Поэтому и записал этот марафон, чтобы... Так, сейчас... Ну, попробуем. Итак. What is the recommended way today in... Я сейчас попрошу вопрос переформулировать. Way in vtg23 To center One Единственный The only Абзац это, наверное, будет? Line of text On the web page On the web page Тут в центре я написал, да? Vertically and horizontally Answer my question А, нет Write my question To be Write How native speaker Should Ask it To be Correct What is the recommended method As of 20 23 For centering a single line Of text Both vertically and horizontally On a page Vertically Или как это слово читается? Надо потом послушать Будем Combination of CSS Flexbox Of CSS Grid Layouts Обалдеть! То есть, чтобы позиционировать Просто по центру Мне нужны Flexbox Или гриды Уже Flexbox Is a CSS Layout Model That allows you To easily align elements In a flexible way Заверните Ваш текст В контейнер Вроде Дил Такой, как Дил Примените Flexbox Стиле Justify Content Center To center To text Horizontally Align items Center To center To text Vertical Ну, короче, трындец То есть, это уже В принципе Надолго Целые Не знаю А грид What do you recommend А вот, кстати, мне интересно Если я ему буду говорить Ре Райт All my Questions Please All my Further Questions Please Исправляй Ошибки Как будет Mistakes Что Correct Correct All Fresal Style And Grammar Mistakes Ну, интересно Будет это работать Или нет Итак What do you recommend To use Flexbox Or Grid Ну, и где он Перефразировал Мой вопрос Вот, интересно Или ниже Перефразирует You promised To Rewrite All My Questions What would you recommend For centering Text On Web Page Flexbox Огрид Ну, вот Я не знаю Насколько Это правда Я не знаю Есть кто-то Кто в этом Разбирался Что-то Про Фронтендеров На радио Я мало Слышал Simple Layouts То есть Это простая Верстка Где Требуется Выравнивание Горизонтально Или вертикально Идеально Для Одномерных Одномерной Верстки Можно так Перевести InRow Oricolumn Простота В использовании Подождите А раньше Чем Когда До Flex Флоутами Верстали Или чем Как-то Все Позиционирование Так А че Ну Надо Так Give The Code For Или он Давал Код уже По-моему Да Давай Да ладно Контейнер Give All Code Both HTML And CSS Кто Говорит Что Блин Сейчас GPT Понимает На русском Пиши На русском Да вы че Наоборот Надо писать На английском Пользоваться Возможностью Английский И прокачаете Это же Офигенно На самом Деле Что Есть Блин Это на самом Деле Просто Революция Потому что 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 А формулировать Корректные Предложения Предложения На английском Там Особенно По этой Тематике Я не знаю Мне кажется Он вообще Без ошибок Это делает Тем более Такие Довольно Простые Я в них Ошибки Все равно Делаю Так 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 Ну вот Display Flags Justify Content Align Item Center Height 100 V Age Ну сразу Прям Целая Цепочка Тем Которые Нужно Изучать Единицы Измерения Ну то есть В целом Что нужно Изучать И это Еще к тому же Ну кстати Для Visual Studio Code Всякие разные Есть дополнения Которые Сами Код пишут Так Что там У нас По поводу Капайлота Уже научился Так же Или нет Насколько Оно Вообще Работает Жупитер Блин Требуется Перезагрузка Пусть Перезагрузится Так Ну возьмем Прям Его код Который Он дал Так 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 Пум 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 HTML Есть И CSS Есть Да Ёлки-палки Че Он не скопировал Remove Default Body Margin Ну чего Попробуем Вопрос Задать И насколько Это все Утонет Так Еще У меня Нет Этого Какого Нибудь Live Сервера Я не знаю Нужен он Нет 41 Миллион Установок Я помню Про этот Live Сервер Я 5 8 Лет Назад Это Было Но Очень Давно Появился По-моему До этого Visual Studio Коду Еще Так Так Go Live Ну да Вот это Оно Центрировано Короче Даем По вертикали Горизонтали Сейчас Тупо Текст А он Кстати Что Предложил Он В каком Это Блоке Написал То есть Flexbox До сих Пор Существует Сейчас Все Таки У него Спросим Интересно Чего Он Ответит Он же Типа Обновлен До Апреля 23 Все Дела Я уже Запутался В этих Вкладках Чуть Чуть И опять Вот я его Спросил Give all Code Он Не Перефразировал Мой Вопрос Тя Обещает Ну то есть Где Контекст Вот такие Он не Выполняет Кстати Задание Странно Да You Forget To Correct My Questions Could You Provide The Complete HTML And CSS Code For Centering A Single Line Of Text On A Web Page Using Both Flexbox And CSS Grid Так Отлично So Flexbox Is Still Used Is Still Used And Not Outdated Grid Is Not Expected To Replace Flexbox Is New And New And Beta Я не знаю Как написать Tech No G Или Approach Flexbox Flexbox Не является Устаревшей Технологией До сих пор Широко Используется Веб Разработке Важно Понимать Что CSS Grid Это Не Замена Flexbox Complementary Technologies Each With Its Own Strengths And Use Cases Complementary Блин Не знаю Ну и опять Он Эту портянку Про Одномерную Верстку Coexistence And Choice Conclusion И опять Видите Не перефразирует Мой вопрос Да Ре Ну и Бесполезно Писать Писать Also, is CSS Grid not expected to completely replace Flexbox as a new and better technology or approach? Replace the word BETA in my question. Well, it's already a mess, but it can be done in English with this text. Well, I mean the text version of these, like I said, this is the room. Well, more advanced, yes. Advanced. Advanced. So, okay. I'm going to use GigaChat. I'm going to ask you about our chat. I'm going to ask you what you mean, I'll ask you about the Internet. single page application потому что хотелось бы разобраться css получше с javascript получше и в частности с фреймворками например как делается простейшее что-то когда товар в корзину добавляется щелкаешь там товар добавлен в корзину но это не то что простейшие я неправильно выразился это самое распространенное наверное такое очевидное где нужно в браузере без перезагрузки страницы осуществлять какие-то действия в режиме реального времени да сразу что вообще мало что слышишь про радио потому что не читаешь сообщения так ты меня не читаешь и я тебе писал я тебе же писал про заливать ты либо мучаешься сам и тогда есть вероятность что у тебя сайт дампанут потому что ты внучаев а можешь нанять профессионала иди в жопу ты не хочешь меня слышать мы про обучение говорим про обучение пусть дампанут нанять профессионала я бы нанял я хочу научить людей строить заборы мне не нужно об этом говорить ты плохо строишь заборы найми профессионала чтобы разместить статический сайт не обязательно покупать сервер я считаю так потому что у меня денег нет на покупку серверов налево направо ой блин ну как же ты задолбал а да что же это такое то я могу тебе советовать что делать первое начиная с разворачивания клауды моджу бунту с помощью клауды нет конфига заведи себе пользователя для захода можно убунту сделай ключ для доступа к серверу настрой open ssh вычести пакеты настрою журналы и системы md отключи лишние сервисы добавь репа nginx в apt доставь ключи от nginx ночью ты думаешь что это все прям ты это как сарказмом написал что типа человек это не сделает или невозможно это изучить или ну а что так ss right position зачем ты по-английски спрашиваешь у него если он понимает по-русски я уже сказал мы тупеем так в край мы так общаемся с гуглом по-быдлянски фактически что на самом деле конечно поиск в google и хоть и больше занимает времени но на мой взгляд плюсы тоже есть что ну в то те же ответы на стек оверфлоу они зачастую более объемные что ли то есть можно разные мнения посмотреть комментарии разные решения здесь вот он если заметите он один и тот же ответ фактически дает он сравнивая grid и float flexbox вернее дает одну и ту же портянку так флексами конечно сингл хах сколько пустопорожни говорил чтобы начать сливаться когда уже можно начинать верстать не понимаю чем речь что ты делаешь вообще размещаю надпись сайт находится в разработке по центру экрана смотрю напишем только не п я хотел написать а h1 сайт находится в разработке и сайт в разработку позже ну и тут кстати можно дать задание не тоже на на сложное достаточно задание для программистов джейс на джейс на джейс что можно сделать честно даже он клик какой-нибудь повесить что ли он будет работать ну вроде работает ну вот такой типа привет мир он клик а как изменить указатель это наверное сложно же да так я тебе писал 30 минут назад но лучше поздно чем никогда я тоже спрашиваю не внучата на английском потому что на английском у них нормальная талкинизация вероятность найти больше я даже в гугле ищу потому что а я считаю что программистам на джейс не в приоритете изучать как настраивать сервера то они забудут о том как писать на джейс ты либо меня плохо слушал либо специально прикидываешься я не знаю это разные совершенно траектории обучения и пути и разные специализации сервер будет настраивать человек который идет по другому сценарию совершенно это как профили в школе пока ты изучал информатику какие-то девочки и мальчики изучали историю русский язык филологию и в определенный момент вы объединились потому что на сайте нужно написать красивые тексты без грамматических ошибок ладно сейчас это видимо тоже автоматизация делает или не знаю там и девочки и мальчики которые писали тексты читали книжки сдавали егэ по литературе и так далее так далее не возьмут эту задачу на себя или ты так и не понял вот так должны выглядеть эти все яндекс практику мы и как их там скиллбокса но этого нигде нет так сейчас но ты смешиваешь сейчас одно и другое в эфире я смешиваем ничего остается то ты одновременно настраиваешь сервер изучаешь css да я так делаю да потому что я хочу это все чуть чуть пощупать ну кстати вот он не переносит текст и окно меньше не делает от чего это зависит кстати второй вариант чтобы сделать что получается каталог нужно еще один да если мы это закидываем на сервер мы создаем каталог типа flexbox и кидаем сюда ух ты он раньше так не показывал а этот показывает потому что я моё это же этот лайф сервер точно так игре да ну вот делаем тогда вариант с green и как это разместить он придется сделать какую-то страницу вероятно давить так получается и даже с этим можно уже закопаться надолго про гриды про flex и это самое на самом деле такое вот все рассасывают обсасывают в книгах про html и css всякую очевидную фигню а самые сложные темы тепляп на самом деле объясняют как сложные и же то чтобы сложные они как раз требуют от автора какого-то подхода чтобы их объяснить донести доброго пожаловать ну и короче то же самое да то же самое а тут flex контейнер тут просто я поменял h1 написал оставил тоже не изменился нет изменился мы стилизовали контейнер сам неважно какой это тег ну да и тут аналогично центр вот тексту из крит так останавливаем ну короче разница вообще нет абсолютно с точки зрения такой вот ну а дальше начинается если я хочу поставить картинку выше ниже не знаю справа слева как шрифт изменить шрифт у нас там типа web fonts значит это целую на самом деле взрыв башки а как это на телефон так сейчас если это закинуть ну ладно закинем вариант с гридом допустим я когда вот перестал за этим следить что там было по моему flexbox только появились там всякие были статьи как что там делать я перестал за этим следить и на самом деле сейчас меня спроси как это все работает я понятия не имею а так css я прям загонялся одно время сильно было все это интересно как она работает так пробуем а что это за сервер кстати используется не написано написано сильно тут напишем что-нибудь такое а это но джи с это этот сервер как его надо вероятно сообщение очень похоже внучка сталина ну ну так это значит если на телефоне открыть прям на телефоне ну понятно что тут есть эта проверка а вот на телефоне хреново выглядит я бы не сказал что а тут также интересно если мы откроем это это да вот так по дурацки выглядит вот вообще не посередине нифига там-там iphone с е пиксель 7 и подверг но и под понятно а вот samsung и чё за фигня так происходит потому что он не вмещается посередине вот вот уже как бы почему именно так интересно и вот я больше чем уверен чат g5 сейчас на это не ответит я кауда вы гриды и прочь end хотя с другой стороны получается что он у текста нет отступов вот почему текста же нет отступов I took your code with grid approach and replaced h1 p tag with h1 on smartphone портрет да это называется портрет ориент текст текст из но текст space что вот стоп как это а на компьютере получается это уже нет ну ка если мы экран будем уменьшать да нет в принципе же понятно а как еще там надо отображаться это же марджи ой марджин да за это отвечает да 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 ну все это тупизм это я чет загнался не знаю конечно если марджина нет он и будет на узком экране без отступа все логично так и как же это работает вот как это объяснить как это работает что для этого нужно теперь открываем оба способа здесь у нас хайт указан а во флексе тоже хайт указан вяжь ну давайте спросим у него я это даже спрашивает него вообще ладно спросим how to add ну сейчас скажет добавь свойства марджин right and left симметричным блин ладно ну просто добавь марджин ну логично а нет так а почему grid контейнер он убрал марган вот это вот начинается всякая это билибердистика additionally you want to margin be responsive ух так view не все рассчитаю это обалденно если они будут вместе это делать эти вот одному человеку нереально в этом во всем разбираться вот тут уже начинается это как бы это выразиться как это назвать дотошная вот это не рутина ну-ка ну-ка попробуем предложенные им изменения добавить добавим мы их сразу тут так тут надо какой-нибудь редактора нормальный включить офигенная continuous integration так изменилось ли что-то да ну чё офигенно вот представьте мы делаем блин одну несчастную надпись на экране и уже сколько заданий можно сделать но все эти задания будут логичными не фубары и не какие-то ABC и не просто сделаете как там обычно сделаете блок в зеленые рамочки привет мир блин нет вот сайт в разработке зайдите позже открываем на смартфоне и видим что некрасиво потому что отступа нет никакого сделайте чтобы был отступ чем не задание нормальное офигенное задание шрифт везде разный можно сказать смотрите тут какой некрасивый шрифт вообще шрифт будет меняться в зависимости от браузера мне кажется в edge так же будет отображаться в комнате сафари у меня нет сафари шрифт будет другой блин как же достал этот edge ай блин ну да абсолютно такой же шрифт это times new roman или что это как это объяснить что это встроенный стиль да он в браузер я сейчас вот не поленюсь скачаю firefox нету но был какой-то сервис их много да которые там сразу по куче браузеров скрины делает разных версий блин я сто лет не открывал for firefox он еще существует вообще нет не перешел он на движок хроми кстати он не быстрее работает начать просмотр сети так ну вот firefox кстати он какой версии справка firefox тоже 119 то есть они по моему нумерацию на эту пришли перешли вслед за этим хромом так авито нет авито на авито мы не пойдем ну точно так же абсолютно шрифт тот же по моему игры только на маке другой будет ну понятно почему а размер размер тоже одинаковый то есть размер встроенными стилями определяется они кстати пишутся здесь нет пишутся font-size 2 display-block margin-block user-agent style-sheet а style-sheet grid написано logical modern bottom mapping depends on the parent elements writing mode не знаю я считаю это очень интересно если это интересно подать ты понимаешь что ты решаешь одни задачи другие будут решать другие задачи ну что шрифт тогда подключить спросим сейчас у него это чего там со временем сваливать или нет я не знаю вы пишите если вам совсем это тягомотно тягомотно я один буду это делать не в эфире так вот эти типографики они зачем пихают свои шрифты с засечками в моей страничке padding добавь ваш один text line center но это не recommended way нет смотри если бы нам нужно было только это сделать и не предполагалось что появится что-то дальше то да я согласен но мы же будем дальше что-то пихать сюда в том то и дело мы потом напишем пишите нам в наш телеграм может быть мы решим разместить какую-то цитатку там слева сайт находится в разработке и цитатка там две колонки два абзаца будет уже гриды или фликсбоксы понадобятся мы же подожди 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 ты сказал написать текст align center и будет ли это в мобильном работать я не знаю должно конечно по идее можно вообще тег центр написать так я считаю что прыгнет так не как настроить сервера то не забудут там как писать gs но ты смешиваешь а я конкретно тебе вот тебе говорю что ты вот лично ты можешь не настраивать сервер если занимаешься версткой я сейчас хочу разобираться во всем с высоты птичьего полета так скажем ты мне написал шаги спасибо я в принципе думаю чат gpt также бы ответил или близко можем сейчас проверить а вот со всем этим настраиванием сервера можно попасть в кучу комбинаторный ад поэтому и появляются всякие плейбуки для ансимбла которые делают все и сразу так можешь ли ты поставить юблок чего ты хочешь чтобы я поставил юблок origin для чего а у меня установлен вот ну в смысле для и джетом милую еду или что так потыкать там подписки а я вот начал бы дизайн страница с того что полез бы на фигму ты просто добавляешь в h1 текст а лайн центр и все тот момент когда это писал у тебя не было центрировано так ну давай кстати спросим так 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 ой 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 я потерял где у нас этот gpt ну вот то что он контексту что он я ему сказал переводи все мои сообщения и он даже этого не делает не приводи а перефразируй а там пишут вот какое чудо я могу написать ему будь интерпретатором питона или представь что ты это представь что-то как это работает то если это на одно сообщение только действует чушь какая-то вот из того состояния что тогда было до последнего вопроса берма без марджина все white count я simple make h1 text align center full centering и witha set и и же ну так использование центр так ну ладно не учитывает вертикальное выравнивание ну да гибкость позволяет дает больше контроля и гибкости для более сложных как это layout перевести ну верстка обычно я не знаю выкладка да ну так не говорят но я не знаю почему вроде умная нейросеть там блин контекст учитывать почему я после каждого вопроса должен писать rewrite my question почему макет разметка страницы да ну макет размещение хрен знает ладно так тебе нужен flexbox чтобы разместить по вертикали по центру чтобы разместить по горизонтали тебе нужно было добавить текста line размещение элементов ну размещение расположения да верно так 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 хах так это я все уже читал прохах блин на что ты дрочишься тебе нужно измерить вытхает и затем на основе этого сделать viewport scale view вэллию джаваскриптом тогда у тебя будет одинаково везде отображаться и центрироваться текст ну да как старые добрые времена мы делали на чем там на бейсике на чем выводили по центру количество букв ширина экрана минус потом разделить на 2 viewport scale вэллию ну так же не делают правильно почему так не делают потому что это долбанешься ведь он фактически это и делает наверное когда все сс так пишут там под капотом то использование ресурсов что если там не шли он элементов да margins and padding margins чего ты хочешь добиться выравнивание по горизонтали и по вертикали сережа будем учиться конфигуре конфигурять веб пук и линтеры линтеры это же для редактора только кстати линтеры так называются потому что это такая что это такое собирать мусор в общем с ролики такие с одежды серёжа не забывай мы учим людей учиться надо основу базу а дальше люди сами нагуглят гриды и флексы не 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 нагуглят потому что там начинаешь гуглить и тебя хоронят под грудой кучей информации как раз вот это как раз нужно пошагово давать такие задания чтобы человек поварился в этом сегодня обмазался чуть-чуть сегодня с другими людьми именно у него руки не опустились и он или она они сказали ой блин сколько тут всего вот у меня если честно я сейчас один на один с этим я не знаю сколько там еще вот в случае с программированием я тоже конечно не знаю с девопсингом я вообще не знаю а тут я не представляю сколько еще всяких этих нюансов и тонкости тут мы жалкую надпись хотим банально выровнять причем у нас нет всяких разных но вроде как скроллится это должно потому что не должно а в каких там они родительских блоках находится и прочее прочее и блин почему он тут добавил хайд сто процентов например почему это пришлось сделать и без этого видимо не работ там убедимся что нет пространства да вокруг контейнера для этого он добавил марджин 0 body и html и называется это по моему как-то ресет или как это называется блин и вообще то чем мы сейчас занимаемся это что это верстка это верстальщик делать не x и и дизайнер или ну кстати давайте у этого спросим вот айти специалист шуду решать эти задачи мейк 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 ну как это написать то ёлки палки какой я тупой ну дизайнер это тот кто проектирует все-таки эти интерфейсы разрабатывает а как верстальчик кстати по-английски за это блин шуку по-русски лей-аут дизайнер первый раз вижу фронт-энд-девелопер ну конечно это не юикс я дизайнер делает скетч adobe xd блин вот чем мы использовали adobe xd по-моему а не фигму что мне тогда этот предлагал юзать exon это был эфир я помню мы рисовали с ним дизайн мне ужасно не понравилось какой-то блин интерфейс был абсолютно двинутый по-моему это adobe xd как раз был там вообще сложно все было непривычно вернее абсолютно так с помощью css этому это можно добиться с помощью less с чем нам с с если то же самое что сас это вроде какой-то компилятор там который может значение переменных вычислять нет ну так это база основа каркас дальше это будешь использовать всегда ты занимаешься и собираешься учить людей преждевременной оптимизации которая корень всех зол сначала они должны все сделать вручную отступы хоть пробелами хоть чем не согласен с тобой я понимаю о чем ты так сейчас сначала твое сообщение дочитаем до конца написать мартышкин индуса код блин как же часто я с этой позиции встречаюсь потом ты их должен попросить что-то изменить и опять и опять вот когда они заколебутся тогда им можно рассказать и открыть глаза на флексы и гриды тогда они поймут зачем это надо на своей шкуре прочувствует оптимизировать надо готовый проект они с нуля нырять в непонятно зачем нужные дебри css тут очень важно придерживаться того что ты написал в нужном количестве так скажем ты прав с одной стороны с другой стороны блин пробелами это вообще жесть если так то тогда нужно взять все реализации через одно место и показать их слабость то есть пробелы ну чё он просто центрироваться не будут пробелами будет по центру ровно на одном экране ведь правда одного размера твоего тупо долго пробел нужно удерживать что еще а как ну человеку нужно показать чем его или ее решение плохо начал скажет а на хрена мне вы рассказываете какие-то вот оптимизации там во первых во вторых если мы говорим о том что должно хорошо выглядеть ну как ты без этого уже расскажешь нет я согласен что про гриды и флексы для первой темы это максимально нелогично блин с другой стороны я даже не знаю почему нет почему нелогично как рассказывать если об этом нормально рассказать ну прям здесь сначала эту надпись надо сделать короче говоря убрать эти все флексы гриды пусть отображается в левом верхнем углу сказать как вообще правило css пишутся про html же надо рассказать сначала что вот мы разместим надпись абзац текста даже наверное сначала надо сделать да наверное абзац текста ссылку ссылку на какой-нибудь telegram ну короче что все что в html можно рассказать самого начала про ссылки про картинки что-то такое что сразу позволит общую картину увидеть до скольки я там эфир то запилил блин до 4 утра это много чтобы учить людей прекрасному нужно понимать самому что такое прекрасное извини за прямолинейность нет пожалуйста ты прав и про прямолинейность ну а ты знаешь такое прекрасное ты читал книги существующие ты видел что там какой там подход вот ты знаешь я никогда бы этим не занимался если вы были действительно нормальные курсы их нет их не появилась за 15 лет нормальных нет да ты скажешь я не правда там что то что я предлагаю еще хуже но это действительно так и меня никто в обратном не переубедит потому что я основываюсь не на каком-то своем субъективном эмоциональном взгляде вернее оценки как это может люди которые учатся по этим материалам они сталкиваются ну это просто вот какой-то здравый смысл на нарушена какая-то просто причинно-следственная связь не соблюдена не то что не соблюдена как это выразиться правильно ладно я не буду ничего доказывать спор уже тут и на радио и с анонимусами все миллион раз уже все это обсуждали мы опять приходим к тому что курсы никакие не нужны все все и так могут изучить и всего полно это действительно так тогда надо рассказывать как обрабатывают css движки да зачем может это надо чуть-чуть рассказать а разве css движки не обрабатывают так как анончик написал про джаваскрипт фактически вычисления но это логично что если браузер помещает что-то по центру страницы то он как-то определяет сколько ему сделать отступ слева сколько справа наверное на то вычисляет у него все для этого есть в том числе и в реальном времени пересчитывает и смещает а я не учу людей прекрасному включая людям инфо цыган ну то что я включил этого мужика мне просто не знаю казалось годом что он говорит я же не не брал с тебя деньги во первых во вторых но я бы не назвал их инфо цыганами мы инфо цыгане это только то там блин верите в себя так далее тут хоть черт что-то рассказывает какие-то вещи содержательные работы и уплочено что вы а так 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 ты сначала сделай сайт неправильно твоя задача сделать сайта не удовлетворить какие-то гайдлайны от чата gpt сейчас задача как можно быстрее выйти на рынок вылизывать проект будешь потом неправильно у нас задача не выйти на рынок мы никуда не торопимся и вот это как ты сказал вылизывать в нашем случае мы можем вылизывать но это должно быть не то есть еще раз смотрите откуда берется негатив представьте что вам сказали быстро надо сделать сайт быстро вот есть какой-то контент который надо выгрузить и плевать как он будет выглядеть ну вот допустим радио легло каким-то причинам не знаю как было в двенадцатом году шпикин ушел слушатели есть и надо что-то как-то запуститься быстрее а вылизывать будем потом или какие еще ситуации на рынок выйти ты написал у нас нет этой задачи мы никуда не торопимся в том-то и дело да мы не торопясь не спеша разбираемся как это сделать на каждом этапе нам надо вариться в этой теме ровно столько сколько потребуется разбивать задачу на подзадачи даже эту вроде небольшую но смотрите сколько здесь тем если нарисовать этот майндмэп размещение сколько там чем будет затронута но я бы еще добавил что-то сказал бы мы хотим сделать три колонки допустим по центру за три картинки или три блока три квадрата в которых должно быть три прямоугольника допустим здесь сайт разработки зайдите позже посередине слева что-то и справа что-то тут у дизайнеров уже надо спросить как можно это сделать притянув за уши эту задачу многоколоночной сделать когда узкий экран на телефоне то они будут в один столбец так в 3 да не сложно это совсем сайт находится в разработке слева логотип telegram а ссылка на telegram справа в тут в тут вернее слева справа логотип какому-нибудь еще не знаю телеграм дискорд у ссылка на дискорд наш telegram наш дискорд заходить а вот эта надпись сайт разработки зайдите позже крупнее все и уже имеет смысл рассказывать про эти гряды и так далее хотя там не только гряды уже нужны будут а я вот не понимаю в какой момент фреймворки нужны во фреймворках же главное вот это там md4 md6 или как там это пишется тоже же про колонки то о чем я сейчас сказал просто так не получится же грядами это сделать или получится нет грядами они же для того и нужны были сетка же ё-моё я разбирался я в этом понимал но я разобрался и как вот не закрепил это все так чтобы чуть 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 тебе нужен flexbox чтобы разместить по вертикали по центру чтобы разместить по горизонтали тебе нужно было добавить текст line размещение элементов а это все читал без сайт vh у тебя высота блока минимальная я а вообще я начинаю с normalize css modern а вот resets да css resets это называлось normalize css makes browsers render all elements more consistently and in line with modern standards and in line with modern standards it precisely targets on для the styles that need normalize и чего это целая библиотека а просто css файл чего тут много всего но это вообще триндец интернет explorer уже summary list item add the correct display no browser summary list item неужели в браузерах есть какое-то несоответствие принятым стандартам я вот не понимаю опять интернет explorer 10 а это точно нужно ну марджин 0 а чем это от css reset отличается line height увеличивает зачем-то text size adjust correct the line height in all browsers а их разве нужно изменять при венте джаз минса фон сай завтра интейшим чем че не честно но это какая-то фишка и с видимо чё за николас николас ухты ничоси 50 тысяч звезд ну она очень старая да это по суде даже по интернет-эксплореру можно было понять ты же сам вито скидывал этот end of life там даже по моему интернет-эксплореру и не было интересно почему этот челик не хостит свой сайт а использует гитхабио да потому что он уже спекся семь лет прошло сексон фигму серёжа надо ли показывать слабость ннп транзисторов по сравнению pnp для верстальщиков иначе они не смогут нормально за компом сидеть продолжаем марафон я тебя смотрю даже тебе пишу а ты не читаешь как обычно курсы не нужны потому что в катыши портят нормальным людям айти с другой стороны паразитом от обучения тоже надо зарабатывать деньги на в катышах поэтому курсы нужны я считаю что она неправильно понимает фразу выйти на рынок в твоем контексте просто инклудишь нормалайз а инклудишь нормалайз почему мы сможем его инклудить потому что мы нпм вот это сделаем надо посмотреть этот менеджер пакетов работает конечно я не знал что и css им тоже управляет время идет лучше не так это не то ты если хочешь это на css реализовать делай эту логику на css сделай слой который по ширине будет процент от общего значения ширины смысле слой сделай размер шрифта в этом блоке процентом от ширины задай минует и максу из минус и максу из процент от ширины это все все сс это типа единицы измерения про тупо собаки скребутся там уже гулять просит да не гулять он просит гуляла с ним сережа тебе одиноко что ты за гитару схватился гитару во фреймворках как раз задача чтобы сделать быстро быстро не зарываясь в низкий уровень я понимаю что это низкий уровень это понятно но чуть-чуть то мы должны его рассмотреть и вот тут самое главное в какой степени в какой момент можно сказать вот видите ну это кстати в подтверждение того подхода который нончик писал то вот видите как неудобно мы сделаем готовое добрые люди написали все это за нас до нас мы просто это заюзаем все но знать то примерно понимать как фреймворки работают нужно но потом добавляется джейс джейс нужно добавить не знаю кнопку добавить появляется окошко там чел это уже форма какая-то будет слева в окошке что-то пишем подождите а это колонки эти в бутстрапе они на чем реализованы на кридах или на флексбоксах тоже сейчас выяснить тогда в твоем контексте выйти на рынок это лить воду выше потребителей твоих курсов ты с этим уже прекрасно справляюсь да нет блин нет все таки нет смысла я понял сидеть тут этих марафонах потому что ну вот не понимают люди о чем речь вообще с этим уже справляешься не нужны тебе не флексбокс и не гриды блин негатив один все это людей злит они не понимают зачем все это да ты можешь задавать значение в процентном значении а что ты имеешь ввиду ты сказал шрифт привязать сделай размер шрифта в этом блоке процентом от ширины зачем и как это сделать это используя уже какую-то динамику или нет процентом от ширины а ширина же самого блока а вот мы получается же ширину этому блоку не задали никак или как а почему он кстати такой фиксированный это потому что мы сто процентов задали подождите h1 мы вообще не описывали получается вставили тут смысл в том что пусть это будет с каким-то вообще очень маленьким функционалом но понимать что ты делаешь вообще тексты line центр медиа нету вашей день никакой ширины вообще а почему тогда этот блок не занимает всю ширину окна благодаря гряду почему он сейчас пишет что скажут компьютер да вычисленное значение его ширины рендер от фонс кстати там снируем да вот почему так ширина отображается 491 ну ка если вообще все поубирать если убрать css полностью и оставить только h1 открыть это то ширина какая будет ну да на весь экран будет ширина интересно чем компьютер как раз он 1904 пикселя это значит благодаря гриду потому что ширину мы нигде не указывали заголовку этому блоку это отступ слева справа это выравнивание по центру хайт сто процентов это прободе вообще высоту марджи 0 дисплей грид ну вот это да то есть он получается ширину имеет того контейнера в котором находится хотя у гряда вроде ширина 1080 ну диво ладно это все конечно надо с ним разговаривать я еще раз тебе говорю у тебя используется дефолт значение размеры шрифта и он для него генерирует автоматически ширину серьезно то есть ширина привязана к размеру шрифта потому что ты ее не задал так извини за негатив разбирайся дальше у тебя все получится я тебе верю желаю успеха даже завидую тебе вот пытаюсь тебя негативом задавить прости душу грешную ты чё типа сарказм не ссоре анон ты это ну просто много так пишет просто не понимает идею что ли что хорошо собственно там о чем речь шла а про выйти на рынок про конечную цель да нет цели в том-то и дело вот спрашивают пятиклассники семиклассники или люди которым делать нечего уже взрослые люди ну типа чем заняться нечем заняться когда уже просто кто-то он гонки устраивает на детских машинках и нормально или он фурсию ты переодевается а тут вот такое-то задротствуем ну и что а цель она может ее и не быть на чё выйдешь то есть может быть там через пять лет или через три года не вот это вот быстрее быстрее мне важно прийти на собеседование устроиться на работу три года два года может быть даже ну я считаю нереально меньше чем за два года хоть чему-то научиться даже если это фронт-энд только css если ты занимаешься этим я правда не знаю я сейчас чистые верстальщики то вообще есть должно быть по идее ну а как еще просто если ты только верстальщик что ты джава скриптом вообще не владеешь получается а если владеет что-то уже не верстальщик ты уже на половину фронт-эндер еще те мешает не знаю фронт-эндер это кто кто владеет реактом типа или всем этим ну джава скрипт точно нужен ладно спросим мы про шрифты хрен с ними с гридами с флексами это сложно реально ну вот допустим что он нам ответит даже интересно тоже потому что насколько я понимаю вариант у нас какой загрузить сюда там как они называются wf веб шрифты или как так нет сразу же сейчас макеты делают фигме а по макету уже верстают уже сексона ну кто это же сексона макет это хрен с ними где их делают это же в любом случае изображение верно по макету верстают уже сексона почему же сексона а если это лендинг просто без вообще какого опыта не было функционал тупо я не знаю фотографии текста все и одна страница просто фон должен быть красивым там их верстает те кто знают react angular view почему с чем вам react angular view если это статическая веб страницу таких уже не существуют разве существуют же сережа тому чему-то научился за 15 лет ничему потому что я не учился школа полис это великая идея ну да ну да а как тебе броузер должен отображать если ты не указал вообще не выводить а если ты не указал вообще не выводить очевидно что есть дефолт ну да все равно нужен фреймворк с с с с с с р который делает из реактивный статику то блин это понятно так первое использовать через какой-нибудь веб-пак сборку с normalize как это делал я второе скачать файл подать его как локальный include в html импорт normalize css погодите-ка а чё такое вообще tsx это typescript а а это в реакте аудиоплеер на реакте делал уже нет индекс с с с талис так Положение и размер H1 регулируется в флекс Ну вот как будет рендериться текст в H1 говорит текст олайн Молодой врач Нюну приходит к самому отцу доктору Кацию Радостно говорит ему Папа я вылечил мадам Рабинович Ты лечил ее всю жизнь Я не смог вылечить, а я смог Оу, Вей Нюма, ты что же ты сделал? На ее деньги ты закончил школу, медицинский институт Стажировался в лучших клиниках Германии и Израиля А она все лечилась А вот ты подвзял ее и вылечил Также нам показывают шрифты Я не согласен про СССР Я считаю, что мы отлично могли писать код на PHP и на шаблонах А он отлично так на бэке рендерился Ну да, я этот тоже использовал обычно Roboto Я не пойму, что это СССР это у нас САС А есть еще фреймворки специальные для статики типа марка GS Так как, статика разве и так не работают? Зачем еще какой-то фреймворк? Не нужно Ладно, давайте так все-таки Что-то я Мне хуже, чем я предполагал Поэтому спросим у него про шрифт И наверное, все-таки мне нужно будет как минимум перерыв сделать Я предполагаю, что я рекомендую Кириллик-суппорт, what is recommended today, to use some font. Google Fonts, Adobe Fonts, а где ты их импортировал, Вита, у тебя не написано, они тоже в каком-то пакете сразу лежат или что? А, нет, вот импортировал ты их, всё, вижу, URL, ну да, Google шрифты, как обычно, remote font, ничего сложного. Ну, короче, он предлагает стандартный путь Google шрифтов, вон он это роботу и пишет, роботу, как оно читается. А вот он пишет, performance, добавление слишком большого количества шрифтов, оно разве не асинхронно всё работает? Разве он не рендерит страницу сразу и шрифты поверх? Fallback font always specify fallback font in your CSS, font family, in case the web font fails to load. Лицензии использования. Был какой-то сервис, font squirrel, что ли, нет, который позволял любой шрифт, из любого шрифта сделать веб-шрифт. Font squirrel. Загружаем шрифт и он делает эти файлы все, потом его подключаем. Фоммор能 божевые файлы. Как же мы используем веб edее jobs, например, с лебuuuu с Start tram fool disappears, Can we use services先 utった? Ф種 файлы сервисие вот такт на бутыifs, To generate WebFont, From, for instance, .tf file, what are the cons of this approach comparing with using Google Font Service? Yes, you can use. Да, вы можете использовать сервисы вроде Font Squirrel. генератор веб-шрифта позволяет вам загрузить файл со шрифтом конвертировать его веб-формат и так значит плюсы что можем использовать практически любой шрифт включая особенные специфические которые недоступны на google фон контрол управления до большее управление ну да только определенные символы и наборы символов что уменьшает размер файла шрифты кстати шрифты по моему правильно лифты шрифты размещаются на вашем собственном сервере ну что там какие-то у нас правило все это конфиденциальность комплен слизенс это что законы шумеет так минусы значит ну хостинг это и плюс и минус значит он относит что приходится значит размещать себя ну вообще то что мы должны это сделать конвертировать шрифт you're responsible for optimizing font delivery это я не понимаю implementing font display settings ну типа это наша ответственность тогда до оптимизировать доставку шрифта ну лицензия забиваем вы должны убедиться что у вас есть законное право конвертировать и использовать шрифт в вебе соответственно на сайте леви приложения а вот это вот интересно cross-браузер compatibility вам надо проверить шрифты в разных браузерах уст на разных устройствах чтобы убедиться в соответствующем отображении ну вот не знаю разве это будет проблемой лишь для этого и преобразуются веб шрифты чтоб корректно отображаться мейн тэнсом дэйс очень чистый фонд рекой но я мне считаю эти минусы все несущественные вообще вручную нужно переконвертировать и загрузить разве в угол шрифтах они не кэшируются тоже то время все равно же возник там механизм какой то есть обновление дык что разве шрифты так часто обновляются он как обычно выбор за вами это только основные вещи как зачем чтобы писать быстро чтобы писать сделай что и страничка тебе делает не понимаю от серёжа столько безысходности что друг ну и да пишет же б я не надеялся что-то это слушал все заколебал держи готовую верстку нам что там заготовая верстка интересно знать так 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 размер шрифта относительно высоты видимой области жить а ваш разве тоже динамически меняется меняться будет дивойди контент контент дисплей флекс тетя флекс да так 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 чего да нифига себе оказывается так можно круто ладно все тогда все уже дропнули сережек грязный верстальщик все тогда завершаем пораньше всем спасибо пока пока буду заряжаться позитивом как мне сказали чтобы безысходности было меньше дальше